И снова здравствуйте, друзья! Сегодня у нас будет обзор на новинку. Да, действительно, новинку. Ну, уже не уникальную, но новинку. Реально интересную новинку. Это бесщеточное уши от Hans Kölner. Сетевая, вентильная. Можно сказать, запатентованная. Хотя у меня запатентованная только ручка. Вот ручка с чертилкой. Но машинка действительно интересная. Когда-то у меня был обзор на бесщеточную уши от Hitachi. Потом Hitachi нас покинули. Потом вот в том году вот буквально Bull привез. Кто-то не знает, это бренд Вортекса. Но она была, ну, нормальная. Но не такая, как Hitachi. Хансовская машина, мы сейчас увидим. Что-то есть у нее приближенные Hitachi? Либо нет. Из интересного... Вот смотрите, какой выключатель. Ну, можно сказать, новинка. Согласно же. И вот сегодня мы данную машинку и рассмотрим. Как все началось с комплектацией? Поставляется машинка в картонной коробке. Комплектуется обычным быстросъемным кожухом. Обычным ключом. Запатентованная ручка с чертилкой. Вот откручиваешь. А тут у нас чертилка. Я уже показывал, как она по стеклу работает. Шайбы у нас обычные. В болгарке довольно-таки длинный 4-метровый резиновый кабель. Так вот резиновый-резиновый. На липучке. Кто не знал, это отдельная фишка Ханс Кённера. И приобрести их можно отдельно. И первая, самая интересная фишка, это выключатель. Какого выключателя вы производили, с которым я работаю, либо имею дело, я еще не встречал. Ну, довольно-таки удобно чего. Оп, нажал, включилась, выключилась. Да, если она работает, пропало напряжение, потом напряжение подается, она не включится. Но это, в принципе, как и во всех бесщеточных машинках. Единственное, что меня сейчас смутило, когда я выключал, какой-то такой непонятный звук был. Либо мне, может быть, просто показалось. Разберем, увидим. А выключатель сделан зачетом. Полностью пылезащищенный корпус. Резиновая вставка стоит. И есть плавный пуск. А вот регулятор оборотов нет. Почему они не поставили сюда регулятор оборотов, для меня это загадка. Вроде как тут мотор стоит бесщеточный. Скорее всего, тут будет блок электроники. Как правило, это все сбор идет с регулятором. Но тут нет регулятора оборотов. По обхвату машинка, ну, очень тонкая. То есть я ее хватаю одной рукой. При мощности 1,6 кВт. То есть я ее полностью обхватываю. А вес машинки 1,4 кг. В нижней части корпуса для вентиляции у машинки стоит сеточка. Которая фиксируется с помощью винта. И также есть вентиляционное отверстие по бокам. Но без сеточки. По крайней мере, сверху я сеточки тут не вижу. Тут у меня назревает такой вот вопрос. Тут у нас сеточка стоит. Да, все по феншу. Везде, где бесщеточная, стоят моторы. Потому что у нас якорь там магнитный. Стоят вот эту сеточку, чтобы вот абразивная пыльная, металлическая туда вот не залетала. Но все равно бывает так, убивают и метабы убивают. Что там до такой степени, что открываешь, что там полностью все в этой пыли. Но все равно сеточка как-никак защищает. По бокам данной сеточки нет. Но сейчас мы снимем корпус и посмотрим. Но это чуть позже. Что там? Может быть там снизу сеточка есть? Просто вот через вот эти вентиляционные отверстия, мне кажется, кусочки металла будут туда проникать. И якорь магнитный будет притягивать. Корпус редуктора у нас стандартный. Кнопка для фиксации шпинделя и сам шпиндель. И тут хотелось бы сделать акцент на такой момент. Но здесь вроде как люфта нет. Считаю, вроде как его нет. Но бывает такое, что люди работают с дорогим каким-то материалом. И вот этот люфт для них очень сильно важен. И тут собственно у меня возникает вопрос. Если ты работаешь с каким-то очень дорогим материалом. Каким очень дорогим каким-то мрамором. Зачем ты покупаешь бюджетный инструмент? Есть MeLoki, есть Makita, есть Metabo, есть DeVolte. Да, на DeVolte там нет гарантии. Но я думаю, ты нормально зарабатываешь. Если ты работаешь непосредственно с дорогим материалом. Зачем ты как бы тут экономишь на инструменте? Вот. Собственно, вот этот вопрос. Вот этого я не понимаю. Здесь вроде как люфта нет. Общий обзор сделали и по характеристикам. Машинка у нас на 125 икру с бесщеточным мотором. Мощность машинки 1,6 кВт. Сделана машинка в Китае. Ну а теперь самое основное, зачем мы тут собрались. Мы ее разбираем. Сначала снимем сеточку. Вентиляционное отверстие. Вентиляционную шахту, проще сказать. Вот эту сеточку необходимо будет периодически откручивать и чистить. Теперь снимаем заднюю крышку. Опа-на! Ну я думаю, тут уже разница между Bull'ом и Hans'ом у нас видна. У Bull'а электронный блок намного проще. Тут мы видим электронный блок, похожий на Hitachi. Но не Hitachi. Вот видите, тут наляпано. У Hitachi как-то все поаккуратнее сделано. И вот эта пластиковая часть, у Hitachi было видно, что она как бы качеством получше. Ну а мы продолжаем. И вскрываем. И в сотый раз повторяю, когда у вас что-то как-то не идет. Не надо прикладывать очень-очень большую силу. Можно сломать. Тем более, если вы разбираете вещь впервые. Открутим на всякий случай электронный блок. Кстати, он здесь, так понимаю, крепится. Как в Hitachi. Ну, что-то похожее. И тут у нас имеется какой-то винт. Сейчас попробуем его открутить. Открутили. Теперь попробуем вытащить. Вот об этом я вам говорил. Видите, якорь у нас сидел на подшипнике и был зафиксирован винтом. Передески можно было бы его силой вместе с подшипником вытащить. Но, скорее всего, мы покоцали бы статор. Теперь редуктор. Открутили и вскрываем. А теперь все детали покрупнее. Электронный блок поближе. Видим, электронный блок у нас сделан. Ну, намного посерьезнее, чем в Буле. Но до Hitachi все равно не дотягивает. Вот он, электронный блок от Hitachi. Ну, это паленый блок. Да-да-да, Hitachi тоже ломается. Вот, видно, что как бы у Hitachi сделан посерьезнее блок. Но укрепление этого блока, как я сказал в начале видео, видите, тоже на винты крепятся. И сюда устанавливается подшипник. То есть, очень сильно похоже. То есть, не Hitachi, но что-то похоже. Это вот Хансовская часть, тыльная сторона. И вот специально для комментаторов, которые покупают какой-то себе инструмент. Он у них ломается. И начинают изо всех щелей кричать. Ой, фу, это говно, оно сломалось. Оно у меня сразу сломалось. Я показывал уже. Как Makita сразу бывает, ломается. За 40 с хером тысяч рублей. Вот эта машинка, она тоже, если сейчас больше двадцатки она стоит, кажется. Тоже, блин, это по гарантии. Меняли вот этот нерабочий блок. Ну, видите, в пыли машинка работала. То есть, и бетон чухали. Ну, сломалось. Но это не значит, что это говно. Бывает, бывает. Вот для таких вещей есть и гарантия. Еще есть такой момент, чем больше инструмента продается, тем, естественно, больше гарантийных обращений. Потому что его больше продается. И поэтому, если у вас что-то так сломалось, ну, не надо сразу кричать, ой, фу, гарантия. Если это как бы идет массово, мы эту тему сразу пресекаем. Мы либо ее освещаем, либо этот вообще инструмент у нас выпадает. То есть, мы вообще его не продаем. Потому что это в первую очередь аукивается нам. То есть, мы продали, поломалось. У одного, у второго, у третьего, у четвертого, у пятого. И все, мы в этом во всем погрязли. Так что, ну, не надо кричать, что вот если я что-то купил, оно у меня сломалось, ой, фу, не надо. Магнитный ягодь, кстати, тоже очень сильно здорово похож на Hitachi. Статер, 6 катушек. И вот здесь вот стоит выключатель. По поводу защиты якора, смотрите. Вот здесь вот, вот из подшипника выходит якорь. И крепится вин, как вы помните. Вот здесь получается, все закрывает корпус. И стружка, я думаю, до якоря просто физически не долетит. То есть, где-то будет выше, выше, выше статера что-то попадать. И все. А якорь у нас будет, как бы, так сказать, нормальный. Вот этим вентиляционным отверстием имеет место быть. Ну, а там все по стандарту. Большая шестерня на шпинделе, которая упирается в игольчатый подшипник. И малая шестерня. И мало смазки. По поводу смазки. Вот у меня запах такой, прямо запах детства. У меня вот в 80-е годы были такие, знаете, конструктор идет. Клеем нужно было что-то склеивать. И вот вообще я тащусь. Вот этот запах вот именно напоминает запах этого клея. Сейчас клей не такой, а вот именно вот этот запах. Вот прямо, прямо точно все напоминает. Как оно было раньше. Еще я вам не сказал, такой момент. Подшипники, наверное, видно. Стоят там НСК. Ну, что, знаете, топчиком будет, либо не будет. Ну, пока еще рано об этом говорить. Я думаю, как бы, неплохо было бы ее испытать. Там песок, цемент, может быть, еще что-то. То есть, так погонять довольно-таки нормально. Да, я еще не сказал, у нее стоит защита. Ну, в еще точных машинках практически у всех стоит защита. То есть, сильно наваливаешь, она у тебя будет просто выключаться. Что еще могу сказать по данной машинке? Ну, это как бы реально новинка. Согласитесь. Это, ну, как новинка. Ну, особо ни у кого такого нет. Был там что-то там придумал в том году. Нечто похожее сделал. Также можно было сказать новинка, потому что ни у кого такого не было. Ну, вот этот электронный болт, хотел сказать, блок. Но у Ханца, блин, ну, сами видите, ну, не такой, как у Hitachi, но приближенный к этому. Что-что-то приближенное. Ну, сама вот фишка, вот эта вот кнопочка. Включил, выключил. Ну, довольно-таки прикольно по мне сделано. Что еще? Ну, в принципе, все по стандарту. Якорь, шестеря, там, туда-сюда. Самое главное здесь, это вот электронный блок и самоудобство. Удобство, блин, корпус. Очень маленький. Как она будет работать, я думаю, мы увидим в ближайшее время. В плане, я планирую так жестко ее погонять и посмотреть, на что данная машинка способна. Еще что хотел сказать по цене. Цена ее, рекомендованная розничная, рекомендованная розничная цена в районе 12 рублей. У нас будет на нее акция, она будет стоить, скорее всего, меньше десятки. Это также все проходит в Телеграме. Также будет ограниченная партия. Также, как всегда, уже по традиции, какая новинка выходит, мы делаем на какую-то партию акцию. То есть, согласовываем с поставщиком. Поставщик нам дает скидку. Также мы делаем скидку. И из-за этого получаются акции. Я думаю, что у нас на инструмент такая большая наценка. Как ты уже рассказывал, какие наценки на инструмент. То есть, вот эти все акции, это, как правило, идут от поставщиков. То есть, в минус мы просто-напросто не можем продавать. Поставщик нам в цене опустился. И мы по цене тоже сделали маленькую наценку. И в итоге всем хорошо. Вроде как и поставщику реклама. Новая какая-то позиция зашла. Отзывы пойдут. То есть, люди уже поюзают данную машинку. Скажут, хорошая, плохая. Вдруг хорошая будет. Но я думаю, машинка будет нормальная. Ну, по крайней мере, визуально она сделана нормально. И в ней есть что-то такое вот интересное. Даже хотя бы вот эта вот кнопочка. Вот шнур длинный. Тоже прикольно. Такой вот мягкий. Ну, я думаю, данная машинка зайдет. И зайдет довольно-таки нормально. Всем, какой понравился данное видео. Подписывайтесь на канал. Переди нас будут испытания. Пока.